всем доброго дня сегодня покажем видео как снимается раздаточная коробка с киа махав махав двадцатый год пробег 38 541 первый вопрос которого станет зачем снимать потому что мы будем менять цельник раздатки внутренней это получается между а кпп и раздаточной коробкой у нас стоит такая некая муфта переходная муфта то есть для соединений также она сапун для а кпп смотрите просто проявилась такая штука то есть каждый махав двадцатого года с какими-то проблемами первый мой махав который был двадцатого года вы видели первое видео где делали то где было очень очень много косяков проводилась твой осмотр выявилось что между раздачной коробкой и а кпп бежит масло масло у нас бежит белого цвета то есть это из раздатки раздатка у нас как уже в гранд 40 евро 6 здесь то есть масло уже идет не sp3 красного цвета здесь идет белого то есть можно сразу понять бежит из развала можно сказать из муфты вытекает как раз а там есть отверстие под сапун а кпп и если масло сальник а кпп начинает течь хвостовика или сальник хвостовика раздатки то она стекается и стекает в одну дырочку она нас белого цвета сейчас все покажу расскажем как все это снимается и делается так вот вернемся к тому что пока не было ни одного махава двадцатого года чтобы у него не было какого-нибудь косяка допустим такой же махав приедет к нам мы будем при уплотнять крышки грэм то есть не переднюю большую крышку так как у нас в 6 у нас для того чтобы проверить метки стоят две крышки чтобы увидеть цепь и распредвалы таки скрывают и вот как раз там идет течь масло по здесь с раздатки у кого-то с коробки у третьего с поддона 4 допустим в крышке грм бежит масло у 5 в развале из-под корпуса масляного фильтра или теплообменника и т.д. если у вас махав двадцатого года даже не обязательно ехать к нам там или что-то в любом тех-центре где вы проводите свое т.о. плановое или официальных дилеров надо лишь попросить чтобы осмотрели машину то есть на наличие течи там какие-то жидкости вот у нас раздатчаная коробочка стоит парите и вот опять свежие капли все масло течет вот она чуть-чуть желтоватого цвета у нас получается вот она коробка и получается в коробке у нас масло красного цвета здесь желтоватого то есть тут обычно идет 75 85 там литр 800 заходит где-то такое то есть у нас течет сальник на надо только снять раздатку и сменить оттуда наружу саль опять же это раздатка допустим вот не знаю это наверное какой-то заводской брак потому что если взять раздатки визуально все одни и те же вот как они были в 2000 году и спустя 20 лет одно и то же до их это там есть тот это порт-тайм фулл-тайм вот и сейчас они уже на порт-тайм опять перешли только переделали включение чуть-чуть вот то есть и вот тот сальник внутренний хвостовика у меня не было в моем практике чтобы он тек никогда вообще ни разу то есть не в соренто не в гранд-старакси сейчас евро шестом евро шестом гранд-старакси точно такая же стоит раздатка то есть вот этот сальник впервые такой любую раздатку любую абсолютно раздатку неважно на каждой машине чтобы быстро легко и аккуратно снять стоит начать с этой перемычки снимаем траверсу сперва и потом будет большой широкий доступ то есть под перли коробку в моем случае здесь текстолитовый стоит поддон то есть пластиковый через две резинки 1 полу широко то есть уперли подняли то есть нужно быть очень аккуратно а а и и болты здесь вот видите что тут вода то есть когда-то все это сгниет тут заржавеет вот все болты то есть полная воды подушку я как правило вот здесь внутри не отворачиваю потому что все равно мешает самое главное потом наживите ровненько правильно чтобы не накосячить чтобы не пошел под каким-нибудь там неправильным углом и снимать вот такая штучка кстати она легенькая такая не неси желтый снимаем вместе с коробкой так кардан впереди отворачиваем от раздатки отводим в сторону что-то прилип я даже прошлый раз цеплял его проволочкой потому что он так и сейчас тоже сделаю немножко надоедает снимем отвес потому что надо будет проверить потом уровень масла даже возможно мы заменим масло снимаем разъем сразу сейчас электрическую часть всегда когда работаете внизу по кпп по раздатке редуктора прежде чем снять разъем всегда продуйте опять же если есть такая возможность у вас вот в них вот здесь попадает вот так кусочек а потом вы ничего не можете сделать то есть но если сразу продуть и потом то есть снимать то все снимется без всяких проблем так теперь вот этот большой разъемчик он видите как на блоках управления двигателя с такой отъезжает уже все сторонку убираем снимаем отвес во первых и раздаточная коробка будет легче потому что это довольно тяжелая штука и все равно будем заливать уровень масла будет удобнее опять же если у меня в руках пистолет поэтому для меня это не проблема так это такой болтик синенький помазать я на прошлый раз немалый уровень смотрел помазал был я думаю кто повод это я помазал болтает заднего кардана вот оно кстати соединение смотрите уже как на хундай гранд старикса допустим подобный карданы здесь на мохаве вот это лицевое но не сделано в ли они товотницу не просверлили смазывать лицевую можно конечно сейчас взять поставить меточку прям чётенько меточку вытащить оттуда шлицевую вытащить промазать и поставить обратно это как вариант и опять же говорю как всегда чем больше разберете тема будет легче вот такая штучка и вот этим краем она не дает мешает неудобно с этой стороны подсовывать ключ сразу промажем откручивались плоховато то есть если есть такая возможность машина свежая то есть она стоит того сразу все промазать максимально то что можно делаем как для себя все делаем как для себя принципе если все вот так откручивается опять же сейчас мы допустим там снимаем видео потихонечку а если одному тишине можно снять ее за минут 15 если есть весь соответствующий инструмент того что на kia sorrento bl я первые раздатки снимал там час а по итогу даже уже сейчас ржавая все там разваливается я все равно я снимаю 20 минут было у меня пару случаев прям буквально вот тоже по раздатке когда я снимал раздатку там за полчаса и возникали у людей вопрос а за что я отдаю 8 500 потому что когда я послушаю клиентов которые ко мне приезжают они говорят у меня машина на ремонте двигателем было там четыре месяца с коробкой два месяца с раздаткой там не здесь мы приехали сами все увидели во всем быстро сделали и самая легкая позади сейчас вот осталось самое сложно один болтик надо было один болтик оставить внизу на всякий случай потому что на машинах с большим пробегом вот все раздатка не идет больше то есть вот я сейчас пытаюсь опуститься смотрите вот она опустилась вот сколько есть и все то есть коробка уже свободная раздатка не опускается двигатель смотрите вот здесь вот еще поддон почти уже касается рулевой рейки и все то есть дальше он больше не идет и вот как хотите отворачивать эти болты вот здесь я снял теплоэкран как раз вот эти два болта очень очень сложно он перекрывает походу у этой в 6 бл скоро поршни вылетят и друзья мои вы меня поймите правильно но давайте вы если все таки пригоняете машину на ремонт уберитесь хотя бы в салоне ну невозможно было вот вчера с сантафе приехала шестнадцатого года там меня чуть не вырвало потом спартес пришел то есть такой же был что там делаете в салоне непонятно хочется первое что сделать это отказать вам в обслуживании потому что ну невозможно есть еще люди когда ездят одни сзади они там спят едят у них не там печки справа завалено все полно под самый верх макдональдсами всяким поэтому если все же едете техцентр здесь же люди неудобно все таки а у вас бардак в машине поэтому хотя бы так ну хоть чуть-чуть вот хотя бы мусор в пакет собрать и выкинуть хотя бы не нужно прям на мойку гнать ее там хотя бы выкинуть мусор в пакете потому что запах конечно ужасный стоит да а вот ключик прошлый раз отпилил специально это походу я его специально да свеженький я то есть ну вот это мой третий раз снятия раздатки с махава да и вот на второй раз я выпилил такой ключик уже то есть даже вот таким маленьким ключиком ну если кто-то скажет что там плохо затянет или что-то вот я взял этим ключиком то есть болты не затягиваются здесь на дурную то есть вот я подсунул вот ключик и пожалуйста ну как бы с усилием довольно таким большим для этого маленького ключика но болт пошел стучим ну по идее она должна пойти хорошо но стучим вот сюда по этому фланцу ой 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 смотри какая штука там 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 о как масло полилось отсюда вот вытекало масло когда стал сдвигать если вдруг что-то там этот не пугайся не брось ее да где-то мне надо взяться не брось ее головы так раскачивать не надо сильно все идет 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 сейчас снимется а я все выкрутил вот сюда сюда ложь 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 а вот сальничек ну вообще на самом деле я не знал что это точно этот сальник ну как бы опыт говорит что больше нечем не ну еще было предположение что может быть там бракованный корпус лопнул или что-то еще вот у нас вон там дальше видите сальничек хвостовика стоит то есть там у нас масло красненькое здесь вообще вопросов никаких нету вот он он косяк вот прям выливалась оттуда вот прям сальничек потекал все мы просто сальничек оттуда выковырнем и поставим туда новый вот отсюда вдоль корпуса этот никогда не дергайте сальник корпус будет прям маленькая вот допустим царапинка вот такая и этого будет достаточно для масла то есть через внутрь будем выдергивать выдернем сальник а потом уже возьмем направляющую то есть специальную ну как специальную не специальную для сальников это специальная для саленблоков там резиновых резиновые металлических так далее возьмем ее оправочку и туда его поставим вот смотрите смотрим обязательно как устанавливается у корейцев любой сальник вот здесь есть зона захода уголочек вот не знаю видно вам не видно и вот он должен быть прям в край то есть как только он прошел этот конус все останавливаемся потому что у корейцев есть много сальников которые могут уйти туда дальше если раньше у нас здесь всегда были прокладки стояли между раздаткой и коробкой то сейчас ничего подобного уже ничего не ставится то есть тут нет то есть тут нет я обычно это вот прям литовичком тоже раз чуть-чуть все чтобы потом все вот уже окисляться начало герметик ставить не будем потому что если вдруг начнет течь масло с коробки или чего то то мы эту течь не увидим она там внутри будет скапливаться масло сальник сальник смотрели по номеру думали что на обычной раздатке там 210 211 на Тодовской или портаем думали что подойдет оттуда сальник свой вот наверное свой поэтому он и потек потому что там на Соренто никогда таких проблем не было вот здесь в сальничке есть уже смазочка все но все равно вот здесь по краю то есть сейчас она будет туда по валу заходит довольно туговато сальник тоже промазываем если у нас все здесь новое хорошо то литовичком размазнули его все так смотрим как он тут сидит вообще вообще прям шикарно супер вот так должен да заходить сальник нормальный сейчас чуть-чуть прям прям буквально чуть-чуть под объем его туда и все потому что именно здесь ограничителя нету у сальника то есть как и во многих местах ограничения нету все все сальничек на месте сейчас у меня есть большое желание смотрите вот здесь вот вот здесь вот у нас стоит пыльничек металлический надо отогнуть вот эти усики и под этими усиками там стоит резиновый манжет такой колечко отвести его назад пометить вытащить помазать и собрать обратно так вот так сейчас на пол здесь вот конечно видно раз и два здесь самое главное меточку поставить если ошибиться на зуб туда или обратно то то кардан будет бить потом так а ну-ка этот карданчик одной рукой можешь подержать верх да ты а почему не не вверх подыме его так вот так да ну конечно в идеале здесь все снять такая тоненькая штучка раз согласен конечно это не совсем удобно оп готово вот оно колечко вот он сальничек и все метка есть вытаскиваем вот тут как смотреть красиво опаньки а че он синий то аааа я думаю вот смазка синяя нет хрена сдуваться а там смазки смотрите сгулькин суки у нас как вот этот вот работает постоянно такая фигня аааа слушайте там такое ощущение ну конечно в первый раз тоже вижу ааа вот это на шлицах такое ощущение что это как будто пластик или резина смотрите то есть это специальный защитный то есть такой по всей видимости антикор да использовали резину которая для более такой долговечный чтобы был так ну вот сейчас мы туда ее плюхнем в целом вот метку поставили спутать очень сложно смотреть потому что если мы на один зуб переворачиваем ну это прям нереально очень много то есть да шлицы крупные поэтому расхождение очень большое все сальник сменили за одну шлицевую обслужили все что можно было везде помазали также у нас будут включаться еще вот наверное болты вот эти все таки эти на коробку которые прикручивать помазали вот еще останется вот эти болты которые держат траверсу ааа тут четыре линных четыре вот таких вот они уже ржавые они уже с трудом выкрутились то есть вот эти тоже болтики все мажем и все в обратном порядке собираем так самое главное все таки снимаете коробку раздатку неважно ставите вот эту опору то есть вот она опора у нас все допустим держим а смотрите здесь есть такой момент чтобы то есть при опускании не сломайте поддон на коробке он упирается в рулевую рейку то есть именно в привод электрический будьте внимательны и аккуратны так ну я не знаю не вижу смысла дальше показывать и рассказывать собирать будем точно так же все обслужим все что здесь возможно и принципе все то есть если у вас махав двадцатого года при ближайшем то то есть еще раз напомню еще раз то есть делайте просьбу мастеру или допустим это пусть официальный дилер неофициальный пусть посмотрит потому что у меня ну вот прям буквально сплошь то есть нет ни одного махава свежего у которого бы не было проблем с течью то есть это охлаждающая жидкость это не знаю вот масло раздатка коробка редуктор там что то еще ну все всем до новых встреч ждем вас ждем 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 Продолжение следует...